Сравнение духовного и материального миров. Духовное – это мир сил. Он существовал всегда. Материя – это иллюзия, которую человек ощущает через свои пять органов чувств. Когда мы видим перед собой огромный мир и все его великолепное наполнение, мы видим все это не в действительности, а только в себе самих. Иными словами, в затылочной части нашего мозга находится некое подобие фотоаппарата, которое рисует там все видимое нами, а не то, что находится вне нас. Баля Сулам, статья введения в книгу Зоор, пункт 21. В духовном мире нет времени. Нет часов, которые тикают. Время в духовном – это изменение состояния. Нет изменений – нет времени. В материальном мире время может течь, даже если человек спит или находится без сознания. В духовном нет скорости, а только ускорения. В материальном есть и то, и другое. В духовном мире нет пространства. Место – это желание. Все явления существуют и происходят только внутри желания. В материальном мире место – это пространство, которое может быть заполнено кем или чем-либо. В духовном мире желание – это канал, по которому проходит наслаждение от одного объекта к другому. Этот процесс бесконечен. То есть желание и его наполнение безграничны. В материальном мире наслаждение ограничено размерами желания. И с каждым последующим мгновением гасит его. Подобно тому, как жажда уменьшается с каждым глотком воды. В духовном не исчезает ни одно ощущение. Два противоположных чувства – ненависть и любовь – существуют одновременно. В материальном в один момент времени существует только одно состояние – либо ненависть, либо любовь. В духовном мире каждый чувствует других и находится в равновесии с ними. Все явления, люди и весь мир находятся как бы внутри одного человека. В материальном все разделено на множество маленьких объектов – неживых, растительных, животных и говорящих. Человек ощущает только самого себя, находясь лишь во внешней коммуникации с остальными. Свойства высшей силы или Творца, природы – в Кабале это синонимы. Это эманация, отдача. А свойства творения – поглощение. Поэтому если мы хотим связаться с высшей силой, ощутить духовный мир, то должны уподобиться ему по свойствам. Как в примере с радиоприемником, который может принимать снаружи волны лишь той чистоты, которую излучает вовне. В материальном удовольствии получают только от результата. И с радостью бы отказались от пути, который к нему ведет. В духовном мире путь к достижению цели сам по себе является наслаждением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok